Коллеги инвесторы, здравствуйте! Рассказываю про свой опыт инвестирования. Инвестирую в российские акции, в российские компании. Опыт инвестирования меньше одного года. Сегодня с вами рассмотрим состояние моего инвестиционного портфеля на вторник, 11 декабря. Как мы видим в моем инвестиционном портфеле 10 компаний. Это компании Аэрофлот, Газпром, Магнит, Московская биржа, МТС, Роснефть, Сбербанк, Северсталь, ФСК ЕС и компания Яндекс. Также в моем инвестиционном портфеле есть фонд ликвидности. Фонд ликвидности от ВТБ для хранения свободного кэша, для хранения свободных денег. Деньги в принципе должны всегда работать. Ну давайте смотреть, как меняются показатели компаний на недельном графике и будем подбивать портфель. Начинаем с компании Аэрофлот. Аэрофлот на неделе у нас прибавляет. Прибавляет очень хорошо, плюс 4%. Торгуется сейчас по 63 рубля 18 копеек. Минимальные значения были показаны 60 рублей за одну акцию. Максимум Аэрофлот доходил до отметок 63 рубля 90 копеек. Почти 64 рубля за одну акцию. Аэрофлот, конечно, такая тенденция роста меня как инвестора начинает радовать. По портфелю пока что минус 5%. Компания Газпром. У Газпрома не так все хорошо на недельном графике. Снижение идет минус 3%. Торгуется по 343 рубля 72 копейки. На недельном графике значения минимальные были 330 рублей. Максимум 358 рублей за одну акцию. По общему портфелю Газпром в плюс 33%. Можно сказать, что Газпром, конечно, весь портфель тащит вверх. Хорошие значения были показаны при покупке. И поэтому такой хороший плюс. Компания Магнит. Магнит у нас снижается на 0,5%. Торгуется по 5498 рублей за одну акцию. Минимальное значение 5360 рублей за одну акцию. Максимум Магнит показывал 5602 рубля за одну акцию. По портфелю в принципе в таком небольшом плюсе плюс 0,5%. Компания Московская биржа. Московская биржа меня с одной стороны, конечно, радует. Радует своим снижением. Снижение идет на минус 6%. Торгуется по 148 рублей за одну акцию. Минимальные значения были показаны 142 рубля за одну акцию. Максимум 158 рублей. Почти 159 рублей. Повторюсь, почему меня радует такая тенденция стяжения по Московской бирже. Так как у меня средняя очень большая. Считаю, 167 рублей по Московской бирже. Хотелось бы дойти до отметки 150 рублей за одну акцию. Было бы более так комфортно. По портфелю Московской биржи снижается у нас на минус 11,5%. Компания МТС. Что с МТС? МТС на неделе снижается на 3,5%. Торгуется по 295 рублей за одну акцию. Минимальные значения были показаны. 291 рубль за одну акцию. Максимум 306 рублей. По МТС тоже, конечно, очень высокая средняя цена. 321 рубль. Почти 322 рубля. Также хотелось бы усредниться на 300 рублей за одну акцию. И было бы мне, как инвестору, очень приятно. МТС также в минусе. По портфелю минус 8,5%. Компания Роснефть. Роснефть у нас на неделе снижается на 1%. Торгуется по 606 рублей за одну акцию. Минимальные значения 580 рублей. Максимум 617 рублей были показаны на этой неделе. Средняя у меня, в принципе, можно сказать, адекватная. 576 рублей за одну акцию. Роснефть, конечно, очень хорошо подрастал. По портфелю у меня подрастает аж на 5,5%. Но по Роснефти пока никаких серьезных вопросов нет. Продолжаю инвестировать. Продолжаю активно докупать данную позицию. Компания Сбербанк. Сбербанк у нас на неделе снижается на 5%. Торгуется по 291 рублю за одну акцию. Минимальные были значения 281 рубль. Максимум 310 рублей за одну акцию. Средняя также у меня, можно сказать, высокая. 305 рублей за одну акцию. Хотелось бы, так же, как и МТС, дойти до отметки 300 рублей за одну акцию. Ну, усредница. Если получится меньше, то очень будет вообще привлекательно и шикарно. Сбербанк по портфелю у меня снижается на 5%. Компания Северсталь. Северсталь также снижается. Снижается на 3%. Торгуется по 1577 рублей за одну акцию. Минимум на неделе показывает 1540 рублей. Максимальное значение 1625 рублей за одну акцию. Средняя, можно сказать, тоже такая. Вроде и небольшая, вроде и немаленькая. 1614 рублей за одну акцию. 1500 было бы вообще очень привлекательно. В портфеле снижение минус 2,5%. Ну, и перейдем к лидерам в моем портфеле. К лидерам снижения. Это компания ФСК ЕС. На неделе вроде как более-менее держится. Минус 0,5%. Торгуется по 16 копеек. Минимум показывала. Также у нас 16 копеек. Максимум значения были 17 копеек. Средняя, высокая. 19 копеек. Хотелось бы по ФСК ЕС тоже увидеть более привлекательные цифры. В общем, в портфеле снижение 13,5%. Ну, и напоследок у нас компания Яндекс. Яндекс на этой неделе очень сильно валится. Минус 5%. Торгуется по 4300 рублей за одну акцию. Средняя цена у меня по Яндексу 5167 рублей. Очень, можно сказать, высокая. Минимальные значения на этой неделе были показаны 4061 рубль. Максимум Яндекс показывал 4577 рублей за одну акцию. К Яндексу очень много вопросов. Не платят дивиденды. Котировками не балуют. Конечно, пока что инвестирую. Пока что продолжаю верить данную компанию. И надеюсь, что на долгосрочной перспективе Яндекс все-таки покажет и дивиденды. Я надеюсь, очень жирные дивиденды. И порадуют меня как инвестора своими котировками. Так, фонд ликвидности. Но фонд ликвидности всегда радует в плюсе полпроцента. Фонд ликвидности у нас, в принципе, не может быть в минусе. И это меня как инвестора очень радует. Общий портфель у меня снижается на 4,5%. Общий портфель у меня 76 тысяч рублей минус 3548 рублей. Но я думаю, что это, в принципе, адекватные минусы. Я ожидал, что будет больше минус. Минус 10 процентов. Минус 15 процентов. Но портфель крепкий. Портфель устоял. Выдержал все, так сказать, снижения котировок на фондовом рынке. И меня как инвестора, конечно, это очень радует. Что портфель крепкий и может устоять в самые сильные шторма. Так что вот такой сделали краткий обзор по моему портфелю. Посмотрели, как менялись показатели компаний на недельном графике. И, в принципе, больше всех у меня по портфелю снижается компания Яндекс. Это минус 17 процентов. Второе место у меня занимает компания ФСК ЕС. Ну и компания Московская биржа. Будем смотреть, будем думать. Я думаю, в пятницу будем совершать покупки. Очень хотелось бы присмотреться к покупке Московской биржи. Докупить ее. Вижу, что цена очень привлекательная, очень хорошая. Так что будем надеяться, что такая тенденция снижения по Московской бирже продолжится. И совершим покупки. Так что подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, какие акции вы держите в своем инвестиционном портфеле. Какие акции посоветуйте мне для дальнейших покупок. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Стараюсь читать все комментарии, отвечать на все комментарии. Ставьте лайк этому видео, поддерживайте канал. Для меня это будет огромной мотивацией выпускать новые видео. Показывать, как я инвестирую, как я покупаю российские акции, российские компании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем счастливо. Всем пока.